На каких условиях Украина готова пойти на переговоры? Как Украина переживет зиму? Эти и другие вопросы зададим нашему следующему гостю. К эфиру телеканала Freedom присоединяется Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, условия, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский к началу переговоров РФ. К возможному началу, естественно, это восстановление территориальной целостности Украины, это уважение к уставу ООН, компенсации всех убытков, наказания военных преступников и гарантии, что это больше не повторится. Это есть, между прочим, отличие Украины от Российской Федерации, то есть когда четкие переговорные позиции, не просто абстрактно, как Россия говорит, смотрите, выполните наши ультиматумы и тогда будем считать, что это переговорный процесс. Да, ультиматум какой. Мы у вас здесь зашли, забрали часть территории, мы считаем, что вы должны де юре признать, что это теперь наша территория. Понятно, что это невозможно. Господин Зеленский, наоборот, очертил действительно переговорную позицию, исходя из военной ситуации на фронтах. Она очень четкая. Смотрите, мы не хотим повторения. Для того, чтобы не было повторения, необходимо вывести российские войска со всей оккупированной войны. Михаил, восстанавливаем связь с Михаилом Подоляком и говорим сейчас о тех тезисах, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский. А вот Михаил снова на связи. Слышите нас, Михаил? Да, да, да. Да, да, прошу вас. Смотрите, выводим все войска российские, ну потому что по-другому это будет выглядеть опять очередная линия разделения, как было в 2014 году, после которой, собственно, в 2022 начался второй этап большой войны по уничтожению украинской государственности. То есть президент говорит, смотрите, вывели войска, это нормально. Второе, второе очень важное условие, о котором, кстати, забывают очень часто, когда говорят о переговорном процессе. Смотрите, Россия попирает международное право и международное государственное, международное гуманитарное право. То есть, грубо говоря, что такое возврат к ООН, к уставу ООН? Это значит, что Россия должна соблюдать конкретно международное право, которое четко трактует следующие вещи. Нельзя в одностороннем порядке войти, вторгнуться на чужую территорию и в одностороннем порядке признать, что это твоя территория. То есть, грубо говоря, когда мы говорим о полуострове Крым, то понятно, что нельзя было в 2014 году придумать какой-то фейковый референдум и сказать, что это наша территория. Я уже не говорю о тех событиях, которые происходили в 2022 году на оккупированных частях, причем даже не на целых областях, а частях Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей. То есть это второй пункт. Они очень четко фиксируют важность для мира конкретной договоренности. Смотрите, ни одна страна не имеет права безнаказанно нарушать международное право, и Россия должна понести за это ответственность. И следующие пункты, это как раз два пункта ключевой ответственности. Это значит, если вы разрушили нам структуру, гражданскую структуру, например, энергетическую, вы за это платите. Если вы разрушили город Мариуполь, вы за это платите. Если вы нанесли удары по нашим центрам городов, например, Чернигов, Харьков, Северную Салковку разрушили, вы за это в полном объеме платите, включая квартиры, дома, бизнесы, людей. И, наконец, ключевой пункт, это, скажем так, военные преступники должны пройти через процедуру специального трибунала, иначе эти военные преступники будут масштабироваться в рамках других стран и в той же России в реваншистском плане. То есть, грубо говоря, президент очень четко захватил все стороны правильного окончания войны. Вот и все. Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров об этом заявил. Однако формат участия на данный момент неизвестен. Какой позиции международных партнеров Украина ожидает? Формат участия действительно неизвестен. Вы же сами понимаете, из безопасностных точек зрения он до последнего будет держаться в секрете. Это первое. Второе. Что касается позиции, ну опять же мы постоянно говорим о том, что необходимо четко высказаться по поводу того, что Россия в ее нынешнем политическом виде, в нынешнем виде ее государственности не может быть членом международных институций с правом голоса или с правом блокирования. Это очень важно. Иначе Россия продолжает эрозийно разрушать международные институты, превращать их репутацию в ничто и не позволять на дипломатических уровнях, опять же мы переходим, понимаете, к дипломатическим уровням, не позволяет решать сложные проблемы. То есть Россия, во-первых, берем инстанцию ООН, она всегда там выступает с блокированием той или иной инициативы, которая должна упорядочить взаимные отношения, особенно в кризисных регионах, там Ближний Восток и так далее. А если мы говорим о J-20, то Россия использует J-20 исключительно как для промоутирования своего права на ведение террористической войны. И мы ожидаем от партнеров точно такой же позиции, как Украина. Не может страна, которая ведет сегодня активную масштабную войну за попыткой захвата территории этой страны. И даже более того, господин Путин неоднократно говорил, что он считает, что Украина не должна существовать как концепция государства. Соответственно, эта страна не может находиться в клубе цивилизованных других стран. И партнеры должны это публично говорить. И мы считаем, что в рамках J-20 необходимо было бы провести такое же переформатирование, которое было проведено в рамках J-8, когда оно превратилось в J-7. То есть, по сути, Россия должна быть максимально изолирована от цивилизованного клуба. Россия должна не восприниматься как страна, с которой можно иметь договорные отношения. Россия не должна восприниматься как страна, которая не будет нести ответственность и может блокировать ответственность за те или иные свои действия, в том числе военные преступления на территории Украины. Ну, в принципе, я думаю, что господин Зеленский получит абсолютно объемную трибуну для того, чтобы очень жестко поставить акценты, расставить акценты, в конце концов, что такое современная Россия, какие репутационные ущербы она наносит всем международным институтам, и что такое реальный переговорный процесс, и что такое реальная дорога к миру. А вот что касается Ирана, президент заявил также, что Иран, который поставляет России оружие, должен вместе с ней отвечать за последствия войны в Украине. Его соучастие в российском терроре должно быть наказано. Это безусловно. Смотрите, Российская Федерация ведет в течение 8,5 месяцев крайне агрессивную войну против Украины, истощив свои военные ресурсы. Очень существенно, потому что, безусловно, у нее еще есть определенный объем, существенный объем снарядов, артиллерийских снарядов, у нее есть еще определенный объем бронетехники, у нее есть, безусловно, определенный объем живой силы, мобилизованной, которую не жалко, скажем так, двухсотить. Но, тем не менее, у Российской Федерации, как оказалось, ВПК настолько слабая, что не могло подготовить некий существенный объем высокоточного оружия, в том числе крылатых ракет. Вы знаете, для меня, конечно, это вообще выглядит дико. Мы на полном серьезе обсуждаем, что Россия продолжает 8,5 месяцев крылатыми ракетами со своей территории, прежде всего, с Каспийского региона и с территории Беларуси, наносить удары по нашим грозам. И это воспринимается, ну, как бы так. Вы, главное, не наносите удары по территории России. То есть Россия абсолютно цинично и чудовищно наносит эти удары. Но, тем не менее, высокоточного оружия, ракет, тем более дронов у России не было. И вот появилась страна под названием фундаментально негативная страна, с крайне отрицательной репутацией. Страна, которая там буквально массово убивает собственных граждан, которая абсолютно изолировала их от цивилизованного мира. Там есть просто тотальные нарушения прав человека, как таких. Безусловно, в Иране нет никакой свободы, конкуренции и так далее, и так далее. Так вот, эта страна, которая находится под жесточайшими санкциями, вдруг оказалась страной, которая предоставила России возможность за счет дронов и крылатых ракет максимально масштабировать уничтожение нашей энергетической структуры и убийство, массовое убийство организовать гражданского населения. Конечно же, эта страна является прямым соучастником, и мы надеемся, что все последующие и юридические, и любые другие последствия для Ирана обязательно наступят. Потому что нельзя, еще раз подчеркиваю, ключевая проблема современного мира в том, что справедливость возникает только в момент наказания за совершенные военные преступления или соучастие военных преступлений. Если Российская Федерация не ответила за 2008 год, когда заплатила часть территории Грузии военным путем, если Россия не ответила за 2014 год, когда она заплатила часть территории Украины, в том числе военным путем, и если сегодня Иран не ответит совместно с Россией за то, что он предоставляет средства для массового геноцида чужого народа, для Ирана, то, соответственно, конечно же, это полностью обдулит систему сдерживания противовесов, на котором строится международная безопасность как таковая. Президент также заявил, что Россия может осуществить повторный массированный ракетный обстрел Украины. И тут у людей много вопросов, вот справится ли наше ПВО, выстоит ли энергетическая структура, как переживем зиму? Вы знаете, вот тяжелые вопросы, вы задаете правильные, тяжелые и объективно нужные вопросы. Я бы мог ответить очень просто одним словом, что как мы переживем, это Украина. Мы переживем в любом случае, потому что у нас вариант, если мы хотим сохранить слово Украина, фундаментальное слово, которое абсолютно точно переформатирует мировое устройство как таковое, и мировой, скажем так, безопасностный контур как таковой, то, конечно, мы это переживем. Будет ли нам тяжело? Безусловно. Будет ли попытки со стороны России нанести удары по нашей энергетике? Конечно. Почему? Потому что они на поле боя проиграют, у них другого формата войны больше нет. У них остался только один формат, который мы, кстати, сейчас фиксируем, это геноцидный тип войны. То есть они умышленно, не скрывая этого, даже, скажем так, бравируя этим, наносят удары по энергетике для того, чтобы лишить нас отопления, энергообеспечения, водоснабжения и так далее. Это единственный способ России хоть как-то доказать, что она что-то в этом мире еще стоит. Это выглядит, конечно, максимально отвратительно. Тем не менее, что делает государство украинское? Я бы хотел сказать, что оно гораздо более сильно сегодня смотрит, потому что точно понимает и риски, и проблемы. Смотрите, мы ускорили переговоры по системам противоракетной обороны и антидроновой обороны. Да, есть ускоренные поставки нам, и мы надеемся, что мы сможем закрыть небо действительно в ближайшее время. Президент, кстати, об этом неоднократно говорил, что есть уже намного более существенные подвижки именно в этом направлении. Второе. Мы с нашими партнерами не наедине остались с проблематикой ремонта энергетических распределительных мощностей. Мы с нашими партнерами ищем возможность получить дополнительные трансформаторы, проводить более быстро в ускоренном режиме доставку этих элементов в Украину, проводить ремонтные работы. И сегодня государство крайне интенсивно работает над любыми ремонтными работами. И, наконец, третье, что делает государство, ищет варианты любого физического усиления и физической защиты объектов энергетической инфраструктуры, в том числе не только, собственно, генерирующих объектов, там ТЭЦы, например, или ГРЭЦы и так далее, но и в том числе распределительных трансформаторных мощностей. Это достаточно объемная работа, но государство и эффективно ее решает. Ну и есть еще один аспект, это аспект так называемого импорта электроэнергии. Мы понимаем, что на сегодняшний день Украина имеет дефициты. Эти дефициты, кстати, обуславливают веерные отключения. Да, нету графика. Знаете, тут надо объективно смотреть. Конечно, графика устоявшегося, когда люди могут подстроить свой жизненный график под веерные отключения, конечно, сегодня нету, потому что у нас чаще бывают аварийные отключения. Все-таки мы пытаемся адаптировать вот этому тяжелому режиму работы системы. Оно сейчас идет тестирование. Но тем не менее, смотрите, у нас есть еще договоренности с партнерами о том, чтобы частично дефицит можно было компенсировать, закупая объемы электроэнергии у наших партнеров. И они идут, опять же, в переговорном процессе нам максимально навстречу. Ну и, конечно же, мы не будем забывать то, что мы пытаемся построить, так скажем, параллельную систему, компенсаторную систему, чтобы с одной области, если там есть возможность, переключить частично электроснабжение на другую область и за счет этого скомпенсировать вот эти пиковые нагрузки, особенно после ударов по нашей системе. Но давайте я подытожу, чтобы было понятно. Трудности будут, трудности есть. Удары Россия будет наносить. Россия как раз для этого и хочет максимально получить определенный объем и ракет и дронов дополнительных еще. У Ирана мы возвращаемся к тому, что вот эта страна под этим странным названием Иран будет все-таки нести существенно ответственность за это. Но тем не менее, еще раз, очень важно осознавать одну простую вещь. Вот мы в любом случае пройдем через эту войну, в любом случае, да, у нас люди не уезжают из страны, понимаете? То есть они готовы здесь находиться для того, чтобы работать здесь, волонтерить здесь, помогать армии максимально, вы работаете, да, информационно максимально. То есть все люди хотят находиться в Украине, несмотря на то, что очень тяжелая сейчас пора для нас, да, и тем не менее, мы эту пару сможем преодолеть правильно. Михаил, а какая сейчас вот социально-экономическая ситуация в Украине? Как сейчас выплачиваются в Украине те же пенсии и пособия, например? У нас достаточно эффективно работают Министерства социальной политики. Я, кстати, с ними постоянно на коммуникации, потому что вы очень правильно говорите о том, что нам необходимо точно понимать. Дополнительно, кстати, в бюджете заложена часть денег на пенсионное обеспечение, дополнительно. Дополнительно заложены деньги на выплаты временно перемещенным лицам, да, дополнительно заложены деньги для семей, которые имеют там очень низкий уровень дохода, но в связи с тем, что потеряли работу и так далее. И мне кажется, что Министерство социальной защиты будет крайне эффективно и часто коммуницировать именно объемы выплат. Ну, то есть еженедельно я бы хотел, чтобы они это делали, объемы и способы выплат. Вы знаете, государство занимается тем, чтобы все-таки наиболее пострадавшие социальные категории имели доступ к деньгам, за счет которых они могут покрыть те или иные свои расходы. Это государство этим чрезвычайно обеспокоено. Кроме этого, вы знаете, что есть предварительные договоренности с нашими внешними партнерами, которые готовы покрыть частичную потерю экономической возможности Украины. Имеется в виду у нас просела экономика, я имею в виду в целом, если мы говорим, потому что у нас основные промышленные регионы находятся в зоне, либо находятся в зоне ведения боевых действий, либо рядом это Запорожская, Днепропетровская, Харковская области. Если чуть ниже спуститься, это основные сельскохозяйственные регионы, Полтавская, Херсонская, Николаевская и так далее. То есть Россия нам блокирует, в том числе, вы знаете, на попытке России заблокировать в очередной раз зерновые коридоры и так далее и тому подобное. Конечно, это существенно снизило экономический потенциал Украины, но тем не менее наши партнеры, понимая это, готовы идти навстречу, готовы дофинансировать наш бюджет, в том числе и в рамках социальных, объемных социальных выплат, для того, чтобы и пенсионеры, и социальные неимущие имели доступ, еще раз подчеркиваю, к гарантированным выплатам государства. Выборы в США сегодня проходят. Вот у нас было включение из Вашингтона. Чего ожидает Украина от их результатов? И вот сохранится ли двухпартийная поддержка Украины и демократов, и республиканцев, как вы полагаете? На мой взгляд, господин Комодовский, который как раз был до меня, очень четко и правильно расставил реценты. У нас действительно есть абсолютно точно двухпартийная поддержка. У нас абсолютно точно есть уверенность, что она не уменьшится, а возможно даже будет оптимизирована. Ну, с точки зрения календаря, с точки зрения большей ориентации на те виды оружия, которые нам нужны. У нас абсолютно точно есть уверенность, что для Соединенных Штатов, несомненно, только один вариант финализации войны возможен, это победа Украины, потому что это будет символизировать победу демократии над авторитаризмом как таковым. Это позволит резко увеличить, и Соединенные Штаты это понимают, безопасность, о том, о чем я говорил, безопасность не только европейского континента, но и в целом мировую безопасность. Почему? Потому что многие авторитарные режимы или режимы, скажем так, со специфическими политическими режимами, они увидят невозможность выигрыша у демократии как таковой, потому что Россия вела себя наиболее агрессивно, она взяла на себя вот эту функцию наиболее жесткого и субъекта, авторитарного субъекта, который хотел вот эту глобальную безопасность пересмотреть. Вы видели, да, постоянно господин Путин говорит о каком-то другом формате мировых взаимоотношений, о каком-то там многополярном мире, где подобная система, политическая система, которая своих граждан уничтожает массово, вот господин Путин говорит, что вот эта система должна иметь право делать это с другими странами. Так вот, для Соединенных Штатов, конечно же, будет неприемлемо, чтобы Россия доказала свою возможность получить такое право. И, соответственно, для Соединенных Штатов крайне важно, крайне важно подчеркиваю, чтобы Украина победила. Это будет знаменовать, что действительно Соединенные Штаты избрали правильный путь, который показали другим странам, они являются в этом плане, скажем так, пионером в какой-то степени. Но и тем не менее, я считаю, что вот эти все спекулятивные разговоры о том, что после выборов может измениться тот или иной объем поддержки Украины, они, конечно же, на руку только Российской Федерации. Они, конечно же, об этом мечтают. Они, конечно же, хотят, чтобы люди были разочарованы. Люди, ну, я имею в виду в других странах, люди не хотели поддерживать Украину, люди начинали давить на свои правительства, типа, смотрите, у нас тут ценообразование как-то меняется и так далее. Но есть один нюанс, очень важный. Война в Украине не привела к тому, что где-то как-то начали ухудшаться условия проживания, несколько снижаться уровень жизни и так далее. Нет. Нету прямой зависимости. Наоборот, если мы сможем доиграть правильно эту игру, то есть если мы сможем выиграть эту войну, а мы это сделать обязаны с точки зрения самосохранения, с точки зрения сохранения украинской государственности, то тогда мир станет более упорядоченным. И вот эти все такие, скажем так, давления спекулятивные на мир, миграционные кризисы, энергетические кризисы, скажем там, другие шантажи, продовольственные шантажи, они существенно упадут во влиянии на общий контур безопасности в мире. И, соответственно, мир сможет гораздо более адаптивно подходить к тем или иным кризисам и более быстро их решать с меньшими потерями. Так что финализация правильной войны – это и возможность мира прийти к более благоприятной среде существования. Соединенные Штаты это прекрасно понимают. В Украине почти 90% граждан считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС. Это свежие данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Вот советник глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк есть в этих 90%? Конечно, есть. Это первое. Второе. Вы знаете, для меня эта цифра гораздо глубже, потому что это говорит о том, насколько сильны украинцы до. Это не вопрос, где мы будем через 10 лет. В этом сомнения у меня нет, где мы будем. Потому что страна, которая готова, как говорится, проливать кровь за идеалы свободы, она всегда будет среди очень прогрессивных стран. Она всегда получит свой шанс, глобальный шанс, на то, чтобы и быть лидером, и в то же время занимать достойное место. Для меня эти цифры важны с другой точки зрения. Вы понимаете, когда ты 8,5 месяцев находишься в войне, и ты всё равно чрезвычайно оптимистичен, это, конечно, должно очень сильно повлиять на жителей других стран, которые, вот вы знаете, там где-то у нас цены на энергоносители поднялись. А как вообще Украина готова зимой без энергоносителей находиться? А как вообще Украина готова воевать столько на переднем крае, имея линию фронта 1300? А как Россия, как Украина готова, скажем так, смотреть на то, что дети вынуждены учиться в бомбоубежищах? И так далее. Понимаете, вот эти 88%, почти 90% это символ чрезвычайно высокого духа у Украины. И это тоже очень важный такой исторический момент, когда мы фиксируем, кто мы на самом деле, мы фиксируем своё место среди других народов в этом мире. И мы это делаем с настолько высоко поднятой головой. Вот что значат для меня эти цифры. Михаил, вот советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что между Вашингтоном и Москвой ведутся переговоры, которые ранее стороны предпочитали не афишировать. Возможно, вы знаете, что это за переговоры и как они отражаются на Украине? Смотрите, тут очень важно правильные точки расставить над «и». Это не переговоры как таковые. Их нету, переговоры. Это не переговоры, которые касаются Украины. Это двухсторонние неформальные отношения, которые есть между разными странами. Поддержка связи, да, такая? Да, это поддержка связи. Это первое. И второе, это очень важно. И господин Салливан, это почему? Эти вопросы, поддержка связи, касалась в том числе превенции вот этих ядерных разговоров, которые вела Российская Федерация. Это очень важно, потому что Соединённые Штаты являются ядерными государствами. Соединённые Штаты точно понимают, что означали все вот эти, вы помните, в одно время было очень много разговоров о том, что вот там тактическое ядерное оружие, грязные бомбы и так далее. Так вот эти вот, скажем так, неформальные коммуникации позволяют внятно объяснить России, почему это является категорически неприемлемым и какие это будет иметь последствия. Это мы берём только один наиболее яркий пример вот этих двухсторонних коммуникаций. Поэтому, смотрите, нету никаких переговоров, нету никаких переговоров про Украину без Украины. Это очень важно, я хочу, чтобы это было зафиксировано. Нету никакого давления на администрацию господина Зелинского и до самого, конечно же, президента Украины. Нету никаких за спиной договорённостей. Есть только две вещи. Первое — это объяснение России чреватости вот этих всех разговоров, там, например, про тактическое и не тактическое ядерное оружие или любое другое эскалацию. Это первое. И второе — есть понимание, что Украина формирует, и мы с этого начинали сегодня, переговорную повестку. Точно, чётко и конкретно. Да, именно переговорную. Потому что, ещё раз говорю, в мире среди серьёзных политических элит, среди серьёзных политических партий есть абсолютно точное понимание, что Россия не предлагает никаких переговоров. Россия пытается продвинуть свой ультиматум или пытается получить оперативную паузу. Вот что хочет война. Для того, чтобы успеть подготовить те или иные объёмы резервов и продолжить экспансию дальше в Украине. Президент Турции на год предложил продлить зерновую сделку. Насколько это актуально и насколько это возможно в нынешней ситуации? Как вы считаете? Это актуально, очень актуально, потому что украинское зерно на внешних рынках, особенно для беднейших стран, прежде всего, африканского континента, чрезвычайно важно. Кстати, вчера господин Ермак провёл достаточно объёмную встречу в рамках рабочей группы, которая должна заняться именно модерацией процессов по зерновой сделке. Там шире, там ещё есть инициативы, интересные инициативы, но о них немножко позже, когда логистика будет отработана. Поэтому, безусловно, зерновые коридоры нужны. Это нужны нам и с точки зрения продажи своего зерна, и с точки зрения вывоза зерна, и с точки зрения влияния на другие регионы. Потому что Россия долгое время рассказывала, что только она, я имею в виду на таких континентах, как, например, африканские, долгое время рассказывала, что только она там что-то стоит и что-то может. На самом деле нет. Украина всегда своё зерно старалась передать, если в рамках продовольственной программы ООН беднейшим странам. Или, условно говоря, всегда хотела продавать своё зерно на те рынки, которые в этом нуждаются, по оптимальным ценам для этих же рынков. И так далее. То есть, мне кажется, что крайне актуальна тема зернового коридора. Мне кажется, что это крайне актуально и для ООН, и для Турции, которые являются участниками этой сделки. И мне кажется, что это крайне актуально для Украины, которая заинтересована в том, чтобы более интенсивно работать именно с теми континентами, где долгое время Украина не присутствовала. Не присутствовала инициативно, не присутствовала как субъект. Сегодня у Украины есть фундаментально другие инструменты и фундаментально другая репутация. И сегодня Украина воспринимается именно как субъектом большой политики, который может менять традиционные модели поведения или традиционные взаимоотношения на тех или иных регионах. И Африка, на мой взгляд, достаточно важна в этом плане и в этом аспекте. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был с нами на связи. Спасибо. Спасибо.